Сердце любит Бога, любит своих близких и несет весь спасение этому миру. Церковь можно сравнить с большим домом, который мы строим все вместе. И насколько этот дом крепок, по-моему, зависит от строителей. И мы сейчас приглашаем первого строителя нашего духовного дома, Степана Степановича Дрозда, вспомнить, как это начиналось. Здесь, в принципе, бросим это. Прежде всего, это слава Господу. Потому что все то, что наша конференция, руководство конференции совершили, мы сделали то, что должны были делать, но за все слава Господу. Я всегда говорю, все доброе, что сделано, слава Господу. А что плохо, в этом именно. Но прежде всего, тогда я был как руководителем данной конференции. И брат Владимир Борячок, он непосредственно жил к его врагу. Двери были открыты для евангельских программ. Ну и повозникла такая идея. А что, если мы в Софиевском районе проведем евангельскую программу сразу во многих местах. И было насчитано 20 таких мест. Одновременно. Ну это, естественно, идея-то хорошая. Но это надо было приобщить 20 пасторов. Ну и гриворосцы пообещали, что они сделают все возможное, чтобы помочь хорам, дожественным. Ну Владимир Борячок, он объехал, ну прежде администрацию района. Они как бы дали согласие, потом согласовали в всех местах. Ну и мы начали ходатайствовать перед совет-конференцией. В принципе, поддержала эту идею. Но чтобы поддержать, надо было найти спонсора. Потому что провести в одной Софиевке, это один вопрос. Или там Каменка, Желтневая. Но в 20 местах это... Мы обратились к нашу Украинскую унионную конференцию. Они поддержали, потому что это было впервые на Украине, чтобы в атаке одновременно во всем районе, в 20 населенных пунктах провести бронскую программу. Унион Киев дал согласие, но и нашли заинтересованных спонсоров, которые финансово, значит, обладили аренду. Ну и... Ну а поскольку я в то время был руководителем конференции, по общему согласию, в Софиевке проводил я программу, в Каменке проводил Горячок, но и брать-брат Анатолий, здесь, господин, где-то он вышел. Он в то время находился в Кировом Рогу, и поэтому 20 пасторов, брат Близневка, брат Никитук, Анатолий, ну и другие, одновременно, с одного дня, начали финанские программы. Ну, поскольку районный центр всегда более населенный, более жителей, в Доме культуры, ну, довольно-таки люди отвлекались, криворостцы приезжали, и перья, особенно семья Хлонька, семья Сухин, и туда полдуки, которые непосредственно участвовали. Ну, что мне запомнилось? Как обычно, любая программа, когда начинается, ответственные пасторы, пасторы молятся и переживают, придут ли у людей. Когда люди пришли, слава Богу, когда начинается программа, проходишь, проходит время уже для того, чтобы делать призыв. Все молятся и переживают, откликнутся, примут ли решение, приняли решение. Мы понимаем, принять решение одно, а принять крещение, это совсем другое. Ну, и мне запомнился такой особый случай, именно здесь, в Софиевке. На Ивановскую программу проходила целая группа подростков, молодежи, и при том молодежи нехорошей, которая шкодничала в этом городе вместе со своим предводителем на все проказы. Но они настолько, особенно этот парень, который был нехватажком, он настолько, ну, знаете, искренне согласился, и он принимает решение крещения. А вся его банда уличная. И он говорит так, ну, а мы провели собеседование с многими, а он говорит, со своими я буду проводить, а вы только присутствуйте. И вот я знаю такую картину, когда, значит, нас несколько пасторов, заходят человек, наверное, 12 таких ребят уличных, которые тут были, гроза, и он говорит, я буду первый выступать. Говорит, да, для нас это новое, но я одния перед вами и перед пасторами даю обещание, что я хочу быть христианином. Я принимаю крещение. Кто со мною? Они такие, ну, наверное, он, они так, так вы со мною или не со мною? Да, конечно, с тобой. Завтра все на крещение. Мне больно, что они приняли крещение. Наша сегодня проблема наших общин, что мы порой проводим программу, а потом у нас не хватает, может, мудрости, сил их сохранить. Разъехались, оставили тут Мещерякова, если не ошибаюсь, он жил, наверное, не в Софьевке, а в Жопневе. Наверное, в Жопневе. Я знаю его старый горбатый Запорожник и домик, где он арендовал, и надо было на большой скорости по грязи въехать в двор. Потому что, если он не наберет скорости, он в двор и не въедет. И надо, может быть, сегодня у нас больше опыта, как сегодня у вас детишки, и надо все сделать, чтобы не только они, знаете, провели какое-то служение, а чтобы община все сделала, чтобы их сохранить. Тогда, возможно, у нас не хватило сил и мудрости. Мы разъехали с пасторами, каждый по своим местам, и многих молодых потеряли. Но, слава Богу, я рад и благодарен Господу, что я принимал участие среди двадцати пасторов. Вот, это наше общее было служение, общая работа, и все то, что... Позитивная слава Богу! И благодарю вам за то, что Господь сохранил этот огонек, и вы сегодня продолжаете это великое дело спасения. Я единственное заканчиваю. Среди нас есть те, которые не члены церкви еще. Они посещают, приходят, но они не члены еще. Они не приняли крещение, они не стали, ну, полноправными темы церкви адвентистов седьмого дня. Такого есть? Есть. А? Есть. А вы желаете, чтобы о вас помолились? А может, тут кто-то с ним? Ну, я знаю одного моего, ну, такого... Василия Ефимович среди нас есть. Василий Ефимович, я, насколько уже услышал, что он не первый раз в собрании. Вот. Но мы хотим о вас помолиться, потому что любое богослужение это продолжение евангельской программы. Согласны церкви? Да. А вы согласны, что мы о вас помолимся? Да. А вы согласны выйти сюда, перед лицом церкви, и мы помолимся о вас? Будьте добры, молодежь. Я буду благодарен Господу за вас. Пусть Господь... Ну, я вначале читал, апостол Иоанн говорит, пишу вам... Я не понимаю. Ну, я бы говорю, пишу вам все лица. А, пишу вам юноши. Выселены. Знаете, вот такие были те молодые 15 лет назад, которые ходили на программу, и их, я не помню, слава, плохо того баташка, который именно сказал так, как мы с вами по ночам были гроза для Софиевки, а сегодня мы будем продолжать дело Божие. Даже они говорили, мы будем с вами ездить по селам, и я с моими друзьями буду делать рекламу. Мы... Но... Слава Богу, что сегодня церковь есть, поэтому поводимся Господу. Добрый, любящий Господь, мы благодарим Тебя, что данное торжество, данный юбилей Софиевской общины является продолжением великого дела про Божие Евангелие. Господи, мы, как церковь Твоя, как представители в этом районе, как часть Твоего наследия, благодарим Тебя, Господи, за каждого члена церкви, за наших пожилых ветеранов, которые, Господи, на протяжении этого отрезка были поддержкой, сегодня они слабые, но они сегодня молятся. Мы благодарим Тебя за Василия Ефимовича, который вместе с нами. Господи, Ты коснулся его сердца, пусть же он, Господи, станет Твоим детем, заключив завет с Тобою. Но мы особенно молимся о наших детках, которые сегодня сидят, за нашу дорогую молодежь, которые стоят, которые вышли прониться в церкви. Господи, Ты благослови их. Господи, по милости Твоей, помоги, согрей их любовью настолько, чтобы они любили Тебя, любили церковь, любили служение, чтобы они были благословенными. Сохрани их, Господи, для примерных граждан этого населенного пункта. Сохрани их, чтобы они были счастливы в семье. Сохрани их, Господи, от всякого морального разложения. Сохрани их для церкви Твоей и для славы Твоей, для вечности. Во имя Спасителя. Аминь. Спасибо. Спасибо. Господи, Господи, благослови их. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова